Ария Роу, мои биологические кусочки мяса. И я продолжаю. Настало время серьезно заняться нашей космической станцией, которая когда-то давно уже была создана. И даже больше, на ней уже несколько лет живут и функционируют бесстрашные кербалы, питающиеся едой, которую периодически приходится доставлять им на шатне. Но сейчас из этой груды металлолома с костями я буду делать станцию, которая уже будет приносить пользу, обладая всякого рода ништячками. На данный момент я хочу, чтобы эта станция начала, кроме обработки научного материала, выполнять функцию небольшого космического стыковочного пункта. Что-то типа дозаправки в космосе. В идеале нужно, чтобы у станции появилось большее количество докпостов, хранилища, предназначенные для материалов, ресурсов и для топлива, генераторы для снабжения станции электроэнергией, солнечные, сгодятся. А также ретрансляторы целенаправленного типа, что позволит более точно выполнять поставленные задачи. И разместить парочку жилых модулей для комфорта было бы не лишним. Боже, неужели меня и такое заботит? Радует, что на станции хотя бы есть мощный ретранслятор. Переостроить его не составит труда. А с остальным возникнут трудности, так как по большей части сборка и перестройка станции будет происходить на орбите. И предстоит это выполнять только кербалам. Других вариантов нет. Запуск уже цельной станции невозможен из-за финансовых затрат. А использование манипуляторов вместо рабов нереален даже в гипотезе. Придется все-таки как-то контактировать с кербалами, которые на орбите. И уже с их помощью переделывать станцию. Конечно же под моим чутким руководством. И, видимо, придется заплатить им зарплату. Первая часть запускаемой станции предельно проста. Состоит из множества док-портов большого размера и из переходника с хранилищем полезной нагрузки для стыковки, которая понадобится в дальнейшем. Включаю протокол вывода на орбиту Кербина. Отстыковка первой ступени. Отстыковка самопосадочной ступени. Выполняется протокол автоматической посадки возвратной ступени. Включаю улучшенный протокол сближения на орбите Кербина. Отстыковка основной выводящей ступени. Выполняю протокол автоматической посадки второй возвращающейся ступени. Включаю протокол стыковкой с космической станцией. Фокус на маленький стыковочный узел. Включен маневр с помощью монотопливных ускорителей. Стыковка выполнена успешно. Выявляю разбалансировку космического аппарата, вызванную некачественным соединением через стыковочные узлы. Для решения проблемы перестрою космическую станцию так, чтобы малые узлы не были основным скрепляющим звеном. Вместо них будут большие док-порты, которые увеличат стабильность и обеспечат лучшую логистику. После перестройки необходимо также будет еще дополнительно увеличить жесткость конструкции жесткими нерастяжимыми стяжками, чтобы игра считала промежуточные элементы корабля, соединенные исключительно через док-порты, как цельную конструкцию. Абсолютно от всех малых узлов отказывается крайне плохая идея. Поэтому планируется оставить хотя бы один для стыковки к нему логистических кораблей, поставляющих ресурсы, припасы или прочее. Все эти действия будут производить Кербала под моим чутким руководством. Трудности и проблемы могут возникнуть исключительно с технической точки зрения. Имеется в виду рукожопость или баги самой игры. Все манипуляции по модернизации сопровождались диким колхозом с моей стороны, потому что адекватно управлять этими зелеными идиотами сложно, тем более в условиях открытого космоса. Не думаю, что нужно комментировать подробно все действия, главное, чтобы я объяснила конечную мою цель этой страдальческой в плане реализации миссии. Вариант после моих манипуляций можете наблюдать перед глазами. И пока станция останется в такой конфигурации и будет выполнять свои основные функции типа пидстопы для кораблей на орбите, изучение данных, собранных с других участков ближнего и дальнего космоса, функции связи и координирования космических аппаратов, а также наблюдения за ближайшим космосом. В условиях жесткой нехватки финансирования этих типов будет пока достаточно. Останется лишь переименовать корабль в космическую станцию Кербана. Следующим шагом будет тест и улучшение логического шаттла для поставления ресурсов на космическую станцию. Улучшение его в том, что при этом он будет способен работать полностью автономно, и при малых орбитах любая из его ступеней будет способна вернуться на Кербан без особых потерь, что безусловно будет являться неплохой экономией финансов. Тестирования шаттла происходили в реальных условиях, и его целью было спасение одного бедолаги, принадлежавшего другому агентству, которая, в свою очередь, обратилась ко мне за помощью. А мы и шаттл протестили, причем очень успешно, и нового космонавта заполучили. Следующим шагом было спасение рядового инженера со станции на орбите Муны. Так как он там болтается без дела, и его ресурсы подходят к концу, пора бы ему вернуться, наконец, и начать приносить реальную пользу, в то время как станция, на которой он пребывал, будет пустовать. Но не надо, но с чем. В процессе оптимизации и перестройки своей спасительной капсул, наш инженер, в силу нехватки опыта, устроил взрыв с последующей порчей дорогостоящего оборудования, и был вынужден следовать аварийному протоколу для спасения своей задницы. Сохраняя хладнокровие и рискуя остаться ни с чем, бесстрашный идиот все-таки хватается за последний шанс спасения и садится в спасательную капсулу. Но она не обладает автоматикой, и ему придется делать все самому. Еды и кислорода хватает впритык, а Дельта-В всего тысяча. Хорошо, что хотя бы есть парашют, но неизвестно, хватит ли его, чтобы выполнить аварийную посадку в данных условиях. Пользуясь инженерными данными, он решает переделать ракету, используя это, а именно, переставить рсу двигателей, чтобы ракета хотя бы имела возможность смены направления в пространстве. Но и после починки солнечной панели и восстановления связи, его шансы на успешное возвращение домой резко возросли. Хоть ЦУП и смог спланировать маневр, выполнять его должен был непосредственно инженер, а так как он не пилот, соответственно, летать он не умеет. Но с горем пополам он кое-как пытается что-то предпринять. Но, как и следовало ожидать, из-за системных ошибок, он был вынужден добровольно разбиться ОМОНом. Следующая миссия состоит только из ученого и пилота, который следует цель увеличения скорости выработки науки на нашей космической станции путем размещения в лаборатории двух ученых. Пропуская промежуточные этапы, вплоть до этапа сближения, протокол сближения выполнен. Включаем протокол стыковки с космической станцией с помощью РСУ двигателей. Внимание! Из-за ошибки конструкции невозможно сделать стыковку в данных условиях. Банально не хватает осей движения. Можно было бы это легко исправить, банально разместив еще парочку РСУ движков по поверхности корабля. На миссию это не должно повлиять, но в будущем эту оплошность надо исправить. А теперь переместим ученых в лабораторию. После завершения миссии приступаю к посадке нашего шаттла. Проблем с этим возникнуть не должно. Все протоколы давно написаны и отрегулированы, уже непосредственно мной. Единственным недочетом этого шаттла остается нехватка электроэнергии, поэтому большей частью полета руководил пилот. Надо же, а эти кусочки мяса могут быть полезны. Но ничего, в следующей версии я обязательно исправлю, и можно будет сажать полностью на автоматике. А пока нехваток электроэнергии компенсировали реактивные двигатели, работающие в атмосфере. А сам процесс торможения не нуждался в таком контроле, поскольку сама сила трения о воздух не давала нам сойти с пути. Ну а после небольшого дрифта, миссия была полностью и успешно завершена. Тебе континует? Продолжение следует... Продолжение следует...